приветствую коллеги рад сегодня здесь всех видеть пожалуй начну с приветствия меня зовут плужников роман я сегодня технический эксперт со мной сегодня будет мой коллега султанов ахмат он будет нашим спикером мы с ахматом работаем последний год в узбекском а в банке делаем автоматизацию для флата приложения соответственно в докладе пойдет речь про интеграционные тесты поговорим про болячки как мы их решали как мы эти тесты оптимизировали поговорим про ся и процессы как мы запускаем наши классные оптимизированные тесты вот поэтому если будут какие-то вопросы не стесняйтесь задавать чат на все интересные и все-все-все постараемся ответить и если что-то не успеем в основное время перейдем дискуссионную зону также не забывайте оценивать доклад если он вам понравился и давайте тогда без лишних слов передаю слово к ахмату да здравствуйте меня зовут ахмат и я являюсь моба с детспециалистом с опытом работы в ios android и с другими кроссплатформенными языками сегодня мы поговорим об интеграционном тестировании на фатер и разберемся ся и сидю частью прежде чем мы начнем внесу пару ремарочек практически участки кода которые будут предоставлены в этом докладе и теоретическая основа призваны помочь вам понять общую концепцию чтобы в дальнейшем вы разобрались как вам можно реализовать собственные процессы тестирования это обусловлено тем что каждое приложение оно индивидуально и все проекты используют разные пакеты также еще хочу обратить внимание что в данном докладе я предоставлю примеры с использованием github.si но большую часть кода мы обернем ваш скрипт который можно будет переиспользовать на вашем сайт без проблем итак начнем что у нас сегодня в докладе интеграционный тестирование фатера мы разберемся как использовать тестовый фреймлок для быстрого и стабильного выполнения интеграционных тестов также мы разберемся в динамическом создании использования android эмулятора и ios симуляторов на mac mini и поговорим о подключении настройки android и фатер докер контейнеров прежде чем начать я сделал акцент об ускорении тестов на фатер потому что основная проблема у фатер это в том что он тратит большое время на билд приложения перед запуском тестов и это он тратит на каждый файл где находятся тесты что может занимать очень большое время в среднем где-то 30-40 секунд на каждый тестовый файл далее мы поговорим о подготовке очистки состояния приложения между тестами и разберемся в запуске тестов и автоматическом перезапуске упавших тестов и так начнем с ускорения чтобы решить нашу проблему есть один маленький трюк мы можем вызвать все наши тестовые файлы в одном тестовом файле которые нам поможет сократить и единожды потратить время на сборку приложения они тратят это на каждый тестовый файл но у нас отсюда появляется большой минус это то что мы не очищаем состояние между тестами и каждый последующий тест у нас начинается ровно с того же места где закончился предыдущий для этого нам потребуется разобрать собственную логику очистки приложения между тестами и при подготовке для следующего потому что это важный аспект в тестировании чтобы у нас было обеспечено предсказуемое состояние приложения перед каждым тестом и так начнем для на реализации логики очистки приложения нам потребуется реализовать собственный класс helper допустим его назовем integration test helper и начнем мы с метода инициализации в данном методе мы будем регистрировать инстансы и инициализировать муки большинстве файл проектов используется get it это библиотека для работы с пакетами ваших проектов следовательно через команду мы get it инстанс и социализируем инстанс данной библиотеки далее мы через команду already дожидаемся загрузки всех инициализированных пакетов что полезно если у нас мы через команду андрегистр их убираем и заменяем нам около реализации данных библиотек что полезно нам в тестах так как мы не будем обращаться к внешним ipi и следовательно не будет происходить каких-то непредсказуемых ситуаций далее нам потребуется реализовать метод очистки еще раз повторюсь так как все приложения у нас используют индивидуальные пакеты и собственные логики то данный блок вам придется реализовывать самостоятельно но как пример могу привести допустим очистку базы данных далее нам потребуется сделать экстеншен для виджет тестера назовем данный метод perform test cleanup где мы будем вызывать наш метод очистки из нашего класса хелкера и через integration тест виджет фото байдинг мы будем производить его очистку и при подготовку к следующему тесту далее нам потребуется добавить сам метод для прогонов тестов назовем его run test и в нем будет находиться логика try finally данной логике в блоке try мы будем производить логику run где будет вся тестовая логика ваша находиться и в блоке finally будет блок автор где мы будем производить очистку finally нам гарантирует стопроцентное выполнение данного блока какого бы не был результат у блока try далее мы наш метод run test можем еще немного улучшить и добавить автоматический перезапуск упавших тестов мы добавим дополнительную переменную retries где будем указывать число retries которое нам нужно подволу то оно 1 далее мы обернем наш try finally в логику do while где мы данный цикл будем повторять пока у нас есть ошибка и текущее число прохода меньше или равно часу retries далее мы добавим к нашему try finally блок течки мы будем ловить ошибку рассмотрим блок try мы также вызываем нашу логику run где вся находится тестовая логика если все проходит хорошо то мы отмечаем что у нас не было ошибки и текущий счетчик поднимаем на 1 если у нас была ошибка мы отмечаем это записываем текущую ошибку и поднимаем счетчик на 1 следовательно если у нас все-таки при прогоне произошла ошибка мы ее выводим вот перейдем к тому как будет выглядеть наш тест сначала мы идентифицируем integration тест виджет фаттер байдинг и наш класс хелпер далее в тест виджете мы вызываем наш хелпер для прогона теста это метод run теста и в блоке run мы вызываем нашу инициализацию и добавляем тестовую логику блоки автор мы вызываем наш extension perform test cleanup куда мы передаем наш хелпер и integration тест виджет фаттер байдинг подведем итоги первой части доклада мы научились запускать тесты из одного файла очищать состояние приложения между тестами устраняя необходимость пересборки приложения также мы научились перезапускать упавшие тесты автоматически вот перейдем ко второй части доклада и мы поговорим о динамическом создании использование Android эмуляторов и iOS симуляторов на Mac mini прежде чем начать данный блок приведу в пример что зачастую все используют дефолт на Mac mini на 16 гигабайт ресурсы данной машины позволяет одновременно запускать три эмулятора в комфортном режиме чтобы они не зависали и работали хорошо потому что стандартный iOS симулятора Android эмуляторы на холодном запуске в среднем начинает едать от 4 гигабайт оперативной памяти следовательно в данном блоке мы рассмотрим две возможности это запускать три джабы с тремя девайсами разными не взаимодействующими с друг другом и если мы захотим распараллелить наш тестовый сьют сразу на три эмулятора следовательно мы начнем с использования Android эмуляторов на раннере также использование iOS симуляторов на раннерах и запуск тестов с использованием нескольких девайсов чтобы создать Android эмулятор нам потребуется написать скрипт для его динамического создания данный скрипт мы будем передавать номер сайт джабы который будет использоваться как имя девайса и имя файла куда мы будем записывать данное имя девайса потому что когда создается Android эмулятор помимо имени у нас еще к нему добавляется через два точек приставка какой он использует порта следовательно переходим к созданию через дефолтной команды флаттера флаттер эмулятор create и задаем имя которое равняется номеру сайт джабы и флаттер эмулятор launch который запускает данный эмулятор потом мы через команду adb devices group эмулятора считываем данное имя эмулятора и записываем переменную и эту переменную переводим в запись в текстовый файл который мы указали потом нам потребуется написать скрипт для ожидания полной загрузки эмулятора также мы передаем название данного эмулятора потом через adb команду void for device мы дожидаемся по прогрузки данного девайса и через adb shell group prop assist будет completed мы считываем состояние загрузился ли данный эмулятор или нет и в цикле while do мы будем проверять загрузился данный эмулятор или нет если нет то мы ожидаем пять секунд повторно проверяем статус нашего девайса и повторяем цикл до полной загрузки эмулятора после нам про через команду adb shell input key on 82 мы производим события клавиатуры чтобы разблокировать экран девайса и перейдем к ся и скрипту в бифо скрипту логике мы создадим наш эмулятор передадим номер cijab и название текстового файла и запустим наш скрипт на ожидание загрузки данного девайса логике скрипт через дефолтную команду flutter test мы указываем имя файл где у нас находится весь тестовый сьют из других файлов чтобы вызвать их в одном месте и через опцию d мы указываем на каком эмуляторе мы будем запускать данный тестовый прогон в логике автор мы далее вычитываем в перемену эмулятор название эмулятора из нашего файла который записался в дефолт скрипт логики потом мы отключаем данный эмулятор и в конце нам потребуется перейти в раздел андроида wd и удалить папку которая соответствует имени девайса это требуется для того чтобы память нашего mac mini не заполнялась также по такой же аналогии мы будем работать союз симуляторами в скрипте по созданию ее симулятора мы передаем модель которую устройство мы хотим запустить далее мы передаем имя файла создадим переменные где у нас будет указан девайсный модель девайса и у с который нам требуется мы также в версии у с можем передавать из нее в наш скрипт а потом через команду xeran simstale create мы создаем наш девайс и эта команда возвращать uid девайс который мы записали в переменную и потом мы записываем в наш файл после через команду xeran simstale bootstatus мы передаем uid девайса и опцию b обратите внимание в хелпере xeran simstale команды bootstatus нету но она имеет место быть и она работает эффективно данная команда запускает девайс и через опцию b мы дожидаемся полной загрузки девайса далее мы по такой же аналогии как с андроидом мы делаем запуск наших тестов с маленьким отличием так как в большинстве фатор проектов в айосе используется как а у подс нам прежде потребуется перейти в раздел айос провести команду под апдейт и вернуться назад здесь особенность команды flutter test так как у нас не будет происходить билда айос тестового приложения без апдейтных кодов дальше мы запускаем наш скрипт с созданием симулятора и переходим к части скрипт по такой же аналогии через команду flutter test мы указываем файл тестовый и через опцию d передаем uid нашего девайса в логике автор скрипт мы считываем uid нашего девайса из файлика через команду xe run simctl shutdown мы отключаем данный девайс и потом мы его удаляем через команду xe run simctl delete и передаем uid девайса что делать если нужно запустить прогон сразу на нескольких девайсов здесь я подход будет немного отличаться так как если мы хотим прогнать один тестовый прогон сразу на трех девайсов то мы будем запускать это из одной директории нашего проекта и здесь у flutter test есть особенность она заключается в том что прежде чем нам запускать на build для следующего девайса нашу команду flutter test нам нужно дождаться полной установки тестового апк на предыдущий девайс иначе у нас будет такой казус что у нас на всех трех девайсах будет прогоняться build тестового апк той команды которая запустилась последняя чтобы решить данную проблему нам нужно написать скрипты ожидания установки приложения на девайс начнем с андроида создадим функцию в баш скрипте допустим ее назовем void for application installation android и будем передавать в нее девайс который мы используем и будем передавать package name нашего приложения потом в логике wild do мы будем через команду adb shell pm list packages брать список всех пакетов которые установлены наш девайс и сравнить через grep если наш пакет в данном списке или нет если наш пакет присутствует то мы через break выходим из цикла while если пакета отсутствует мы ожидаем 5 секунд и повторяем нашу логику по такой же аналогии мы и будем работать с установкой приложения на ios device мы передаем bundle id девайса и bundle id приложения также в цикл через команду x run simstale list apps мы будем получать список всех приложений и через grep сравнивать если наш bundle id в данном списке если он присутствует то мы выходим через команду break из цикла если нет то ожидаем 5 секунд далее нам потребуется сделать наш скрипку запуску и распараллеливанию тестовых сьютов на трех девайсах через команду source мы вызываем наш скрипт ожидаем установок приложений на девайсах далее мы передаем три девайса название их кем мы будем использовать и указываем платформу которую мы будем использовать как хардкод тут предложено использовать наш package name завести и bundle id но вы также можете передавать их извне далее мы запускаем команду flutter test указываем тестовый файл а точнее мы создаем заранее отдельную первую тестовую группу вторую тестовую группу и третью группу тестовых файлов и указываем девайс первого по счету обратите внимание на переменную и это означает что команда flutter test будет выполняться в флотном режиме и последующие команды будут спокойно выполняться не дожидаясь окончания команды flutter test и в p1 мы записываем статус данного процесса следует процесса и я через иф мы проверяем или на какой платформе мы будем запускать если на андроиде мы вызываем наш скрипт ожидания для установки приложения на андроид девайс если на иосе то для иос девайса когда у нас приложение устанавливается у нас автоматически запустится следующая команда flutter test которая запустит билд тестовый а пока со второй группой тестов и в конце у нас будет последняя группа запускаться после которой нам не требуется вызывать методы с ожиданием установки приложения так как после этой команды больше у нас нету команд на запуск тестов и в самом внизу у нас идет ожидание пока у нас наши три команды flutter test не закончат свое выполнение перейдем к ся и скрипту здесь по той же аналогии только в тройнем разбере на примере андроида мы сначала создаем девайс потом ожидаем его загрузки также со вторым девайсом с третьим и переходим к скрипт части скрипт где мы вызываем наш скрипт на запуске на трех девайсах и указываем на какой платформе мы будем это выполнять логика автора у нас в принципе идентична со всеми предыдущими примерами только в тройном размере вы можете это подстроить под себя подведем итоги второй части доклада мы научились и поговорили как создать и используют отдельно android эмуляторы и ios симуляторы для каждой ся и джабы также мы разобрались как проводить тесты параллельно не беспокоиться о том что один тестовый запуск может повлиять над другой и разобрались в том как можно получить возможность использовать максимальные ресурсы нашего железа запуская несколько девайсов на прогон тестового сьюта теперь перейдем к третьей части и поговорим о подключении и настройке android и докера контейнеров фатер докер контейнеров здесь мы разберемся с использованием образа android эмулятора поговорим о подготовке файтер докер файла и поговорим о кэшировании данных в самом конце разберемся как запускать тесты в контейнер с используемся начнем с андроида здесь нам потребуется в первую очередь убедиться что на раннере доступна виртуализация ядра к в м также нужно убедиться что процессор поддерживает прескод new instructions мой совет из постараться использовать сразу машины с процессорами intel пайш с ними не возникает проблем насчет того какие докер контейнеры использовать для использования одного контейнера с эмулятором в прогоне подойдет официально образ от google ссылочка прикреплена в pdf файле который есть на странице данного доклада на сайте хайзенбанк если мы хотим использовать несколько контейнеров с эмуляторами одновременно удобным решением будет образ jvegas где есть возможность проброски портов для каждого эмулятора далее рассмотрим фатор докер файл здесь мы будем как пример допустим использовать дефолтную ubuntu 20.04 нам потребуется указать какую мы версию будем использовать java здесь 17 потом нам надо будет определиться с версия android sdk как пример 33 прописать пути где она будет размещаться также определяемся с версии фатора в данном примере 3.10.5 и указано пути где она находится определяемся с версии градал и в конце мы переопределяем пути наших пакетов которые мы будем устанавливать начнем с первичной дефолтной команды run up get update где мы установим нашу java курву для андзип для работы с архидовыми пакеты для работы с графикой и прочая необходимая вещь которая нам требуется из коробки после мы устанавливаем скачиваем и устанавливаем градал распаковываем его указываем пути по такой же логике мы устанавливаем android sdk мы указываем пути где она будет находиться выкачиваем потом мы через sdk менеджер устанавливаем build tools platforms platform tools и в самом конце мы по той же логике устанавливаем фатора ну вот перейдем к всей части здесь мы через имидж будем указывать регистрии нашего фатора имиджа в сервисе мы будем указывать через name регистрии нашего андроид эмулятора через alias зададим ему имя и через command это пример образа java с возможностью проброски портов мы указываем порты на которых мы будем его использовать это 3.5.4 и 3.5.5 следовательно если вы захотите использовать несколько девайсов вы в сервисе прописываете дополнительный name опять указываете наш образ android эмулятора через alias создаете имя допустим эмулятор 2 и через command передаете последующие парты допустим 3.5.6 3.5.7 рассмотрим чуть внутри как выглядит проброска портов в данном образе здесь в скрипте перенаправляется весь трафик на подключение adb определяется ip и перенаправляется adb порты наружу на внешние интерфейсы потом через сакката подключается к локальному tcp порту 5037 прослушивает команды и здесь получается что у нас четные номера используются для консольных подключений а не четные номера для adb подключений в логике before script мы через adb connect подключаемся к нашему эмулятору это будет имя которое мы задали в alias эмулятор и указываем порт четыре пятерки далее через cmod plus x мы даем разрешение на выполнение нашего скрипта ожидания загрузки девайса вызываем данный скрипт передаем ему имя нашего эмулятора и как пример команда flutter test чтобы вы могли увидеть всегда что девайс полностью загрузился и готов к работе потом мы переходим к логике скрипт здесь также находится наша дефолтная команда flutter test где указан файл выполняемый и через опцию d указан наш эмулятор но следующий вопрос будет ли проходить тесты к сожалению первоначальном виде это не будет работать все опять же из-за особенностей команды flutter test первая особенность это то что команда flutter test перед билдом тестового аппликейшена сверяется с андроидом асенсы с pubspec файлом и смотрит какие зависимости требуется для выполнения и работы нашего проекта и с другими вещами где у нас что-то внешне потребуется и если чего-то не хватает происходит до выкачка и это может занимать большой участок времени так как допустим на примере android licenses там указаны все версии sdk от 28 до вот следовательно это а нам невыгодно по той причине что у нас каждый раз будет происходить выкачка и мы будем что на процесс при подготовке на билд приложения выделять 12 минут но так как нам приходится выкачивать все вайсенсы из dk у нас это занимает 20 минут следовательно происходит автоматический краш начнем с решение проблемы с выкачкой как идея и действительно рабочий способ это закешировать разделы куда происходит выкачка и где происходит сверка что у нас присутствует докер контейнере или нет сакушира данные разделы на нашем раннере следовательно если один раз мы все выкачаем и у нас будет происходить сверка и данные sdk все присутствуют то повторного ничего мы не будем выкачивать как это можно сделать следовательно на нашем раннере надо сначала создать предварительно данные разделы а это папкетч градов андроид sdk в нем билтус эмулятор патчер платформ ситус далее на примере гитлапа ся мы в конфиг том файле в волюмсах указан все данные разделы которые мы предварительно создали следовательно автоматически все что в данные разделы попадается оно будет сохраняться и не будет стираться после окончания нашей джабы далее вопрос а как нам обойти таймаут у команды flutter test так как все равно нам же один раз надо это все дело выкачать а это займет не 12 минут а больше мы воспользуемся трюком первый прогон мы будем использовать старую команду flutter drive у которой данного таймаута нету чтобы использовать данную команду в нашем проекте надо создать файлика integration dart файл в котором мы произведем данную инициализацию integration драйвера и потом в нашем скрипте команду flutter test мы заменим на flutter drive драйвере мы указываем наш файлик где мы произвели инициализацию а в таргет разделе мы указываем наш тестовый файл и также через опцию d мы указываем наш эмулятор следовательно мы производим первичный запуск первичный прогон и все выкачки и далее мы можем вернуться на нашу туфонную команду flutter test и у нас из коробки будет все работать отлично итоги вся части доклада мы научились динамически создавать дождаться полной загрузки эмулятора и установки тестового приложения перед запуском тестов мы научились оптимизировать процесс билда тестового приложения в докер контейнерах используя кэширование а также мы разобрались возможности запуска тестов на нескольких устройствах параллельно также подведем итоги доклада процесс тестирования на flutter имеет свои ограничения как мы увидели но при правильном подходе его можно сделать эффективным особенно надо внимание уделять инициализации и запуску тестов так при правильном подходе это позволит ускорить время тестового прогона десятки раз так как в докладе я говорил что мы тратим время на прибилды а это допустим у нас тратится 30 40 минут на 30 40 секунд на каждый тестовый файл а если у нас тестов 100 это уже 300 400 секунд также на кэширование мы тратим время все зависит от вашего подхода материал от данного доклада я выложу на этой неделе у себя в блоге на medium вы можете перейти по данному киару если у вас возникнут вопросы то мы с романом с удовольствием ответим на ваши вопросы и вы можете связаться с нами по данным qr спасибо что присутствовали сегодня на данном докладе и мы с удовольствием поотвечаем на ваши вопросы да спасибо большое за доклад давай начнем перейдем блоку вопросов первый вопрос от вадима вы предлагаете создавать android эмулятор через flutter команды что насчет того чтобы создавать его через нативный android команды какие у этого подхода плюсы и минусы вы можете создавать через db никаких проблем в этом нет в контексте данного доклада хотелось познакомить все таки с командами flutter как их использовать и в этот раз на хайзенбаге будет более детальный разбор как работать с android эмуляторами потому я думаю там более детально расскажу но с моей стороны я считаю что использование команд adb у вас больше возможности появляется по настройке данного эмулятора так как flutter тест немного ограничен вы не можете ресайзнуть у вас нету возможности добавить какой-то памяти делал устройству это приходится делать в ручном режиме а через adb команду у вас есть данные возможности да от себя добавлю как плюс что через flutter тест создается ну как стандартизированный flutter эмулятор и соответственно у всех кто пишет тесты прогоняет локально будет один и тот же эмулятор поэтому будут более стабильные тесты но и как минус мы сталкивались со странностями эмулятора когда допустим после ввода текста банального не закрывается клавиатура и нужно было вызывать нативный метод закрытия вот так следующий вопрос от вячеслава можно ли запустить несколько устройств android и ios если да то как это сделать вы можете запустить несколько девайсов хотел бы уточнить если вы хотите просто запускать параллельно несколько ios или параллельно несколько андроидов то вот как рассказывалось в докладе вы можете или каждой джабе выделить свое устройство или из одной джабы запускать параллельно сначала одну тестовый пакет там тестов тест плана отправить на один девайс второй тест плана отправить на второй девайс и на третий девайс также вы можете в принципе запускать на одном mac mini и ios android просто это разные сайскрипты ну и все конечно упирается в силу вашего железа и еще вопрос от вадима стоит ли переходить на клауд машины для эмуляторов или достаточно физического mac mini в принципе физического mac mini достаточно опять же вопрос от количества ваших тестов и сколько компания готова тратить на железо потому что если у вас там исчисляется там двумя тремя сотнями тестов то вам действительно нужно там четыре пять шесть mac mini это все деньги но в принципе это работоспособно и да можно использовать только mac mini по опыту тоже добавлю мы начинали запускать ну запускали тесты на mac mini у нас запускалось очень много тестов потому что они у нас гоняются после каждого коммита в миши квест соответственно mac mini были очень сильно загружены и если вы планируете использовать минки для такого хаотичного и довольно таки частого прогона то лучше десять раз подумать о докер контейнере вот но с ночными прогонами справляется замечательно айос симуляторы у нас там живут и цветут вот ахмат есть еще может у тебя что-то добавить ну в принципе насчет использования mac mini там надо учитывать один момент и помнить про него всегда это то что допустим в примере с эмуляторами симуляторами может происходить такая ситуация когда mac mini перегружен когда они гонятся сразу несколько стьютов в один момент используют сразу три девайса то какой-то девайс иногда там может зависнуть если он зависнет он не отключится и у нас происходит ситуация что данный девайс потребляет оперативную память и она не очищается иногда может подвисать mac mini следовательно приходится вручную почищать это наверное одна из тех причин на где целесообразнее использовать докер контейнер да у flutter нередкость случается красный экран смерти особенно на тестах что может негативно повлиять как раз таки на миниках эмулятор может просто зависнуть и ну банально физически сложно отследить такие вещи и мы старая старались проверять когда у нас вот были хаотичные частые прогоны буквально следили за тестами вручную и не очень удобно но опять же вот с ночными сколько у нас гоняется там айос вообще никаких проблем следующий вопрос с вопросами все предлагаю на этом заканчивать спасибо всем кто слушал спасибо еще раз тебе ахмад за доклад ахмад за доклад